Меня зовут Гальетов Валерий Павлович, я окончил Чувашский государственный университет в 1969 году. Я инженер электрик по первому образованию, но так получилось, что с 2005 года я занимаюсь темой, которая называется «Разумность». И 9 октября этого месяца я делал доклад в МГУ на фестивале науки, доклад назывался так. А «Разумность человека» — становление, разрушение и возрождение. Разумность — это самая главная тема, которая меня интересует уже несколько лет. Почему мне хватает сил заниматься этой темой? Потому что в свое время, в 1987 году, мне повезло, я прошел семинар по технологии решения запретательской ЗД. И с тех пор пользуюсь я практически этой технологией, это не методика. И вот благодаря ей я вышел на такую тему, тему разумности. А с этим у меня вопрос. Поднимите, пожалуйста, руку, кто считает себя разумным человеком. Один, два, спасибо. А подняли не все, где-то процентов 30. Выясняйтесь. А тогда следующий вопрос. Поднимите, пожалуйста, руку тех, кто считает, что добавить разумности ему бы не помешало. Вам не нужна, да? Вот я так понял, что... Ну, я идиот хочу. Понятно, спасибо. Статистика примерно такая же. Примерно 70 человек было в аудитории НГО, и все считают, что разумности добавить никому не помешало бы из них. Так вот, я не буду останавливаться на теме, откуда взялась разумность, я не буду останавливаться на вопросе, почему она разрушается и каков механизм разрушения. Я сразу перейду к механизму возрождения. Потому что это сейчас наиболее важно. Но сначала я хотел бы показать вам несколько практических ситуаций, несколько проблемных ситуаций. Ведь идея какая? Пока вы живете, пока мы все живем в ситуациях штатных, ситуациях, в которых принимать решения не нужно, тратить время на выработку решения, тогда вы просто списываете решения. Например, увидели решение за границей, придащили сюда и начали реализовать это решение. Посмотрели, как сосед открыл киоск. И я тоже открыл киоск. Люди списывают друг у друга, решив свои решения. А вот пример ситуации, в которой списать решения невозможно. Три юноши и три девушки поехали на яхте купаться в море. Яхта встала на яхт, а они спрыгнули в воду, а потом вспомнили, что забыли опустить трат, по которому подниматься на яхту. И получилась такая ситуация. Вот борт яхты невысоко, это примерно полтора метра. Они плавают вокруг яхты, а забраться не могут. Требуется найти решение, правильное решение. Как его найти? Эти ребята американские, понятно, что они физики не знают. Но я спрашивал наших студентов, я спрашивал наших руководителей. Они тоже не могут найти решение, хотя физика у нас всегда преподавалась хорошо. Я говорю, у вас же есть знание о том, что есть закон, он называется закон сохранения импульса. Да, все знают, что есть такой закон, помнят, по крайней мере. А практически использовать невозможно. Знание есть, а воспользоваться знанием нельзя. Следующая ситуация. Ко мне обратился через интернет, обратился один молодой человек с такой проблемой. Он учится за рубежом, учился за рубежом в то время, уже в третьем университете зарубежном. В то время он учился в Эдинбургском университете. И обратился ко мне с такой проблемой. Он говорит, я получил очень много знаний, но эти знания у меня теряются, забываются. Нельзя ли с помощью ТРИСК создать какую-то систему, которая помогла бы мне упаковывать эти знания, для того, чтобы потом можно было достать, когда нужно. Я говорю, давайте попробуем. Мы стали с ним заниматься. Он сказал, нет, через интернет это плохо, я приеду к вам. Он приехал в Чебоксар, мы с ним занимались пять дней. Он не только изучил ТРИСК, он разработал свою собственную систему упаковки знаний, и до сих пор пользуется этой системой. Следующий пример. Я рассказываю про проблемы человека. Какие проблемы, нештатные проблемы возникают у человека. Молодой человек, 32 лет, живет, работает в Москве. Он приехал этим летом. Его жена прислала, говорит, может быть, Валерий Павлович поможет тебе решить твою проблему. Проблема такая. Есть квартира, хорошая работа, высокая зарплата. Жена-ребенок. Он обратился с такой проблемой. Он говорит, надоем работать. Я не знаю, что делать. То ли уходить, то ли оставаться. Я все знаю на этой работе. Мне скучно. Хотя есть некоторые узкие места, есть трудности такие в работе с клиентом, например. Но я как-то решаю, что делать. Уходить с работы или остаться. Через несколько встреч с ним мы обнаружили такое нестандартное решение для него. Он уехал с этим решением, пока не пишет, что дальше. А вот проблема организации. Организация выпускает изделие, которое называется датчик климатоконтроля автомобиля. Изделие вешается на потолок автомобиля, имеет вот такую форму и выполняет очень простую функцию. Когда водитель устанавливает движок на определенную температуру, то включается этот датчик, который вырабатывает сигнал. Здесь работает двигатель, который стоит 100 рублей. Здесь работает крыльчатка, которая гонит воздух. Она стоит 10 рублей. И термосопротивление, которое стоит 3 рублей. Но есть еще микросхема, которая тоже достаточно дешевая. Претензии заказчика. Заказчик говорит, двигатель дорогой, стоит 100 рублей. Нельзя ли уменьшить стоимость? И потребляет большой ток от аккумулятора, в том числе. Что делать? А крыльчатка свистит. Причем свистит, когда работает, свистит очень неприятно. И заказчик, самое интересное, заказчик не верит в то, что проблема может быть решена. Почему? Потому что заказчик, это профессионалы, которые все в этом изделии, они делают его от и до. Они все в нем знают. Они знают, что в Белоруссии работает точно такое же предприятие, конкурирующее, которое делает точно такие же датчики, точно так же. И у них все так. И поэтому скептическая такая усмешка на лице заказчика. Ну попробуйте, может быть у вас получится. Через 15 минут после того, как мы вышли от заказчика, у нас получилось решение. Решение очень простое. Двигатель выполняет вспомогательную функцию и его выбрасываем. Крыльчатка выполняет вспомогательную функцию и его выбрасываем. Остается термосопротивление. Как термосопротивление может показать среднюю температуру по салону? Очевидно, что нужно добавить еще 3 термосопротивления, поставить на потолок в пол, в конец салона, в начало салона, и у вас будет средняя температура по салону. У нас добавили, мы затратили 12 рублей, примерно, а сэкономили больше 100 рублей, 110 рублей сэкономили. Больше того, оказывается, двигатель для этого устройства, двигатель выглядит вот таким образом, его собирают 40 женщин. И вот этот пример помогает мне показать вам, позволяет показать вам такие критерии. Что такое правильное решение? Правильное решение – это решение, которое экономичное, то есть оно ничего не стоит. Правильное решение – это решение экологичное, это решение, не нарушающее законы природы. Правильное решение – это решение этичное, то есть решение, не нарушающее этику человеческих отношений, человечных отношений. Человеческие бывают разные, а человечные всегда одинаковые. Так вот, вот это решение, сократить 40 женщин, то есть сделать изделие более экономичным, но сократить при этом 40 женщин, оно экономичное, но не этичное. Потому что мы с заказчиком должны найти такое изделие, на котором эти 40 женщин будут замечать на работу. Понятна разница между экономичным решением и правильным решением? Правильное решение удовлетворяет трём критериям, а обычно, традиционно, ищут только экономичное решение. Следующая ситуация – это была проблема организации. Обратился директор рекламного агентства. В организации грядёт изменение тарифов на оплату работы менеджеров по продаже рекламы. Сотрудников уже целый месяц лихорадят. Они не могут спокойно работать, потому что ходят в слухи. Что будет? Директор обратился с вопросом – что делать? Можно ли, спросил он, устранить вот эти беспокойства, страхи, опасения, слухи и так далее? Можно. После 15 минут разговора с директором он провёл полуторачасовое совещание, в результате которого все страхи и опасения сотрудников были разрушены. Вот 15 минут работы с директором, когда мы с ним искали правильный решение, и полтора часа его работы с коллективом позволили ликвидировать эту проблему, которая не позволяла работать несколько месяцев. Два месяца, по-моему, они не работали. Следующая ситуация. Авария в Мексиканском заливе привела к загрязнению огромной территории. Причина в том, что руководство компании «Бридж Петрулиум» более месяца не могло найти правильное решение двух проблем. Как заткнуть отверстие, с которого льётся нефть, на одни залива, и как предотвратить разлив нефти, загрязняющей по берегу. Вы помните эту историю? Компания заплатила огромные штрафы, поскольку очень долго выливалась нефть, очень много сил и средств ушло на уборку. Специалист подкресен Николай Шпаковский нашёл решение этих проблем после часа работы. Найденные решения могут быть внедрены на всех установках, ведущих к добыче нефти в море. То есть решения малозатратные. Затраты на это решение доступны даже малой компании. Например, самое простое решение – это сделать парашют, который накрывает в воде отверстие, из которого выходит нефть. Парашют, естественно, держится. А в верхушке парашюта сделано отверстие, через которое нефть выкачивается в танкер. То есть нефть, она легче воды, она поднимается в этом парашюте наверх, а сверху выкачивается в танкер. Кроме того, он придумал простое устройство, которым можно заткнуть вот это отверстие за несколько секунд. Причём особых сил, как бы, каких-то бегания по комнате, там, раздирания на себе волос и так далее, он нет. Он просто сел и применил средства, которые у него есть. Так вот, я проверял в очень многих аудиториях, на студентах, гимназистах, на инженерах, на педагогах, на руководителях. Не могут люди находить решение внештатной ситуации. И это и есть глобальная проблема. Образованный человек не может найти правильное решение внештатной ситуации. Глобальная проблема. То есть проблема в каждом человеке, но когда эти проблемы накладываются, одна нештатная ситуация, другая нештатная ситуация, человек оказывается не готов к решению этих проблем. Что предлагаете, что уже делается в этом направлении? Я и мои коллеги, которые вот 15 октября был день ТРИС, день рождения Геннерка Соловича Альшулера, советского инженера, создавшего ТРИС. Он начал создавать ТРИС в 46-м году, когда ему было 20 лет. ТРИС создана где-то к 85-му году, в 91-м году оформлена Международная ассоциация специалистов ТРИС. Недавно была создана Российская ассоциация ТРИС. У нас в Чебоксарах работает общественная организация ТРИС Чебоксары. На эту встречу собралось где-то порядка 15 человек, преподавателей, которые работают в разных вузах, МАГИ, ЧГУ и так далее. Но до сих пор мы работали неэффективно. Например, я работаю, мои ученики, значит, вот у меня учится сейчас директор энергетической компании Санкт-Петербурга. Один мой ученик был в Эдинбургском университете. Сейчас на учебу просится три человека из Владивостока. Они приедут сюда, им будет имя.